История философии Первый блок мы называем «Введение философии». Мы разбираем, что собой представляет философия как форма общественного сознания, как соотносится философия с другими формами общественного сознания, в частности с мифологией, с религией, с искусством, с наукой. После этого мы переходим к рассмотрению второго блока курса философии, который называется «История философии». И, наконец, третий блок — это так называемые актуальные проблемы философии. Об этом мы будем говорить после того, как рассмотрим историко-философское развитие человеческой мысли. Первая тема блока «История философии» обозначается так. Рождение философии — ранняя античная философия. Действительно, как считается, философия рождается в конце 7-го, начале 6-го веков до н.э. в Древней Греции. И первая философская школа получила название «Ионийской школы философии». Иония — это небольшая провинция так называемой Великой Греции, расположенная на Малайзийском побережье. И именно в провинции возникает новая форма мысли, возникает философия. Действительно, есть такая французская пословица. Гении рождаются в провинции, а умирают в Париже. Новое приходит с периферии, новое не кристаллизуется сразу в центре. И философия также возникает в провинции того наиболее развитого общества античности, а именно Древней Греции. Но потом переходит в центр, в Афины, и там достигает своего наибольшего рассвета. Пока мы говорим о ранней античной философии, о философии, которая возникает на периферии. Ионийская философия представлена четырьмя основными именами, четырьмя основными представителями. Это фалес, это аноксимандр, это аноксимен, и позже к ним добавляется гераклит. Что характеризует всех этих философов, почему они занимают некую единую позицию, и они образуют единую школу. Общей их чертой является постановка вопроса о так называемом первоначале и первоэлементе. О том, из чего возникают все вещи, и на что все вещи распадаются по мере их прихождения, по мере их смерти. Такое первоначало и первоэлемент каждый из этих философов трактовал по-разному. Но общее у всех этих трактовок, тем не менее, было то, что это первоначало и первоэлемент рассматривалось в чувственном плане, как некое природное, чувственно воспринимаемое начало, как некая стихия. Однако фалес считал, что таким первоначалом, первоэлементом является вода, аноксимен считал, что таким первоначалом является воздух, аноксимандр пошел еще дальше, он определил первоначало как апиэро, и чуть позже мы об этом поговорим особо. Ну и, наконец, Гераклит, поздний представитель ионийской философии, трактовал первоначало и первоэлемент как огонь, мерами возгорающий и мерами затухающий. Надо отдавать себе, конечно, отчет, что вода, воздух, это некие обобщенные понятия для некого текучего, для некого неопределенного начала. Вода, это, конечно, не H2O, это некое общее имя, общее понятие. Воздух, это не смесь кислорода, азота и других газов, это тоже некое общее понятие, по-гречески, пневма, для обозначения некого такого воздухообразного начала. Но, в любом случае, здесь важно отметить, что в качестве первоначала и первоэлемента рассматривается не как в мифологии некое личностное начало, некий личностный агент, формирующий этот мир, переводящий хаос в порядок, а рассматривается в качестве первоначала и первоэлемента некая стихия. И процессы, которые ведут к формированию вещей, рассматриваются как естественные процессы, как процессы, связанные с естественным развитием хода вещей. Особый разговор о первоначале и первоэлементе, который мы видим у аноксимандра. аноксимандр поставил, пожалуй, впервые вопрос о первоначале и первоэлементе в том самом стиле, который позже будет назван философским стилем. А именно, вопрос о первоначале и первоэлементе у аноксимандра звучал так. Какими свойствами обладает первоначало, если оно первоначало? И размышления над этим вопросом приводит аноксимандра к мысли о том, что первоначало должно быть неопределенным. Действительно, как позже скажет Спиноза, любое определение есть ограничение. Любая наша определенность связана с ограничением неких возможностей, которые оказываются нереализованными именно потому, что мы совершаем этот определенный шаг. Соответственно, если мы приходим, например, на занятия по философии, это значит, что мы сделали некий определенный шаг, придя на эти занятия, но сколько возможностей при этом мы убили. Мы убили большое количество возможностей, которые оказались нереализованными именно потому, что мы пришли на занятия по философии, чтобы выбрали этот определенный вариант нашего поведения, наших действий. таким образом, таким образом, любой определенный шаг, любая определенность есть смерть тех возможностей, которые оказались нереализованными именно потому, что был сделан этот шаг. Но первоначало должно обладать всем пространством возможностей. После него все должно быть разрешено, ничто не должно быть запрещено. Соответственно, первоначало должно быть определенным или неопределенным. Конечно, если рассуждать таким образом, первоначало должно быть неопределенным. Именно эту мысль и выражает греческое слово аперон. Пейрос определять, ограничивать, а в греческом приставочка означающая отрицание. Соответственно, аперон это неопределенное, безграничное. И именно таким образом характеризует первоначало анноксимантра.